Так, ребят, всем привет! С вами Громакина Ярославовна. Сегодня мы начнем разбор страничек ВКонтакте. Как я и обещала, мы будем делать видеообзоры. Итак, начнем сообщение от вчерашнего дня. Те, кто написали сообщение, их странички будут рассмотрены в первую очередь. Итак, первое сообщение у нас было от Марины. Сейчас мы проведем разбор ее страницы. Так, что мы видим? Ну, давайте вначале посмотрим на аватар. Вообще, аватарка мне в данном случае... Что нравится, что не нравится? Вообще, аватарка мне нравится, потому что мне очень нравится то, что взгляд направлен в правый верхний угол, вот сюда, да, грубо говоря. Это хороший ход, потому что у людей, когда они видят взгляд направленный вправо-вверх, это ассоциация, как вот график, когда у компании все хорошо, стрелочка идет вправо-вверх. Если она где-то внизу слева, это самое начало, да, пути, скажем так, ну, все хорошо у компании. Если график идет у нас вниз вправо, это у компании все тоже не очень хорошо. А вот взгляд направленный вправо-вверх, это что-то такое у нас растущее, да, направленное в будущее. Открытый жест, да, то есть человек не зажат. Вот. Что мне не очень нравится? Мне не очень нравится почему-то, что фотография выглядит квадратной. Сейчас я придусь по другим аватарам и посмотрю, как они выглядят. Обычно, насколько я помню, вконтакте аватарки имеют прямоугольную форму. Давайте сразу посмотрим, так это или нет. Ну, вот, смотрите, например, моя аватарка, она имеет форму прямоугольника. Так, кто у нас следующий на разбор? Насколько я знаю, такие квадратные фотографии получаются, если их загружают с телефона. По-моему, если фотография загружается с компьютера, она будет иметь все-таки форму прямоугольника. Вот здесь прямоугольник, но почему-то он вытянутый тоже в бок. Вот так. Ну, вообще, в основном фотографии имеются у нас вот такого плана. И вот, значит, у Марины фотография квадратная. Ну, в принципе, это не так уж плохо. Хорошо. Теперь, что я вижу? Если я попытаюсь увеличить фотографию, по-моему, она не очень хорошего качества. Да, смотрите, мы приближаем, делаем, да, на весь экран. Фотография не очень хорошего качества. Пиксели. Вот здесь, особенно для экрана, он размыт. Размыт. Он размыт. Вот. Поэтому я бы рекомендовала все-таки, если есть такая возможность, сделать фото более хорошего качества. То есть это либо на хорошую камеру, либо в фотоателье. Так. Ну, а вообще, сама композиция, она хорошая. Еще раз говорю, мне нравится взгляд, направленный вправо вверх. И открытый жест. Едем дальше. Что мы видим? У нас имя, фамилия указано в судьбе. На начале идет имя, потом фамилия. И еще в скобочках у нас написано, видимо, скорее всего, фамилия по девичьей, да, до брака. Вот. Или, может быть, там по второму мужу. Но это тоже хороший ход, потому что позволяет друзьям найти. То есть кто-то, может быть, знает человека именно по этой фамилии, кто-то по вот этой. Поэтому хорошо. Дальше, что мы видим? Статус. Учись, находись в жизни, радость. Вот лучший способ привлечь счастье. Это очень хорошо, что статус вообще есть. Статус позитивный. Это привлекает внимание. И было бы идеально, если бы это был статус лично ваш. То есть вы сами придумали эту фразу, вы могли бы указать авторство своего, да, букву кое-что. Если это все-таки чей-то афоризм, чья-то фраза, то я бы не советовала ее делать. Это настолько заезжено, что люди пропускают мимо глаз. Если вы занимаетесь каким-то бизнесом, можете об этом написать. Только не упоминайте название компании. Например, я могу быть полезным тем, что то-то, то-то. Вот пример. Посмотрим, что видим дальше. Смотрим, день рождения указан, город указан, семейное предложение указано. Это замечательно. Даже указан веб-сайт. В качестве веб-сайта использована, видимо, своя же группа. Это очень хороший ход. Родной город, язык, дети, внуки. Мобильный телефон скрыт. Мобильный телефон скрывать нужно, если он привязан у вас к вашей, допустим, банковской карте. Это тоже правильный ход. Скайп указан, фейсбук указан. Хорошо. Вашу карьеру нужно расписывать как можно более полнее. Ну вот, если вы работали все время здесь, в принципе, нормально. Так, образование указано, школа, жизненная позиция. Так, хорошо. Не рекомендовала бы указывать вам вероисповедание. Особенно мировоззрение православия. Все дело в том, что ваш потенциальный клиент или ваш работодатель потенциальный, который зайдет на вашу страницу, он может быть, к примеру, атеистом, и посмеется просто над вашим вероисповеданием, скажет, ну, не буду иметь с ним дело. Ваше вероисповедание – это то, что у вас должно быть в душе, и я бы не рекомендовала его указывать вообще никому на свои стремятся. Так, главное в жизни, в людях, в отношении к примеру. Тузносторонний, познавательный, все будет хорошо, отлично. Так, друзья. Это очень хорошо, что друзей много. Я рекомендую добавлять менее 50 друзей в день. Вы можете делать это смело, не опасаясь бану, потому что большое количество друзей, 50 человек в день, вполне нормально. Количество подписчиков – 2400. Отлично. Так, все записи. Пойдем. Так, что мы видим? Так, мы видим. Так, все есть. Поехали по записи. Очень хорошо, что есть запись в закрепе. Я рекомендую ее вставить всем, особенно если она совпадает с вашим уникальным торговым предложением. Ну, запись эта сделана с репоста. В принципе, ничего страшного, потому что добавлена своя собственная мысль. Запись закреплена еще с 2016 года. Ничего себе. Два года запись закреплена. Ну, все-таки не знаю. Это очень хорошо, что она закреплена два года. Это позволит вам брать большое количество лайков и комментариев, да, и даже репостов. Но получается, что у вас за два года особо ничего не изменилось, раз у нас два года подряд висит. Может быть, все-таки имело бы смысл как-то делать, может быть, другую запись закрепленную. Так. Хорошо, поехали дальше. Ну, я вижу, что посты публикуются. Раз последнего, 30 июля, сегодня не с 1 августа. То есть он был позавчера. Ну, вчера был день пропущен, а сегодня пока тоже нету. Ладно. Может быть, еще догонят, да, сегодняшний пост. Мариночки, поздравляю вас с Днем Англии. Во всех базовых. Очень хорошо получается, что поздравляют подписчиков с праздником. Ну, хороший ход. Так, опять закон жизни. То есть, вот какая-то фотография. Может быть, сами делали, может быть, взяли с интернета, но вот со своей мыслью добавили. Опять поздравляю вас с праздником. Ну, хорошо. Мне нравится, что в Мариноно странице, если даже идут репосты, они все дополняют собственную мысль. Это не просто тупо какое-то копирование. Это вот сопровождается своим собственным комментарием. Это хорошо. Так, для чего я здесь и снова в школу. Это реклама школы Мега Прорыв. Отличная школа. Рекомендую всем вступить. Хорошо. Так, ну, вообще, если пройтись по новостной ленте, мне, в принципе, новостная лента нравится. Потому что, да, есть репосты, но они вот все идут со своими комментариями. Это хорошо. Это хорошо. Так, давайте теперь пройдемся в Мариноно. О, в Тальбум-Зарю. Ну, непонятно. Подписи нету. Продаете, нашли. Ваш. Незаметно пролетели 10 минут. Продолжаем разбор полетов. Так. Вот. Фотики. Так, это значит. Фото. Фото семьи. Так, хорошо. Почему-то нет комментариев к фотографиям. Все-таки людям было бы интересно, наверное, узнать, с кем мы здесь. Может быть, это супруг. Может быть, это ваш брат. Непонятно. Все-таки я бы рекомендовала оставлять какие-то пояснения, может быть. Вот. Ну, фотоколлаж. Это хорошо. Но опять непонятно, что за мероприятие. Может быть, это какой-то выпускной, да? Судя по всему. Так, хорошо. Ну, вот этот набор картинок, видимо, он у вас стоял на странице. Но вот сейчас, если он не стоит, я бы их удалила. Они как будто засоряют этот альбом. Такие фотографии, конечно, выставлять я бы не рекомендовала. Почему? Ну, застолье, понятно, все, да? Вот, бокал шампанского, видимо, это может быть сок, может, где-то вино, непонятно. Все ваши застолья делайте в папочку. Видно только у меня. Я бы сделала такой совет. Потому что не надо выставлять все общие обрастрения, особенно те фото, где, возможно, есть уголь. Так. Ну, все, фотографий больше нет. Но, возможно, они все остальные фотографии скрыты. Но вот эту я тоже выбрала. Давайте посмотрим теперь у Марины видео. А, видеозапись. Так, эпизод из кинофильма. Маркетный план. Высоцкий. Визитка для группы. Визитка. Небольшой бардак, конечно. Небольшой бардак. Если вы хотите прямо посмотреть какой-то эпизод или там Высоцкого послушать, кидайте себе, сделайте закрытую группу, допустим, видно только вам, и кидайте туда, чтобы смотреть. Я бы все-таки рекомендовала на вашей странице, на ваше видео, ваше видео, либо видео, связанное с вашей работой. Ну, вот, допустим, видимо, криптовалюта, да, у вас сейчас проект. Так. Вот такой он тоже, да. Ну, вот Высоцкий. Вообще, честь и хвала, конечно, великий человек. Но вот я бы не стала сейчас его сюда вставлять. Вообще, любая музыка, любые клипы и прочее нужно делать скрытыми от всех. Потому что, возможно, Вам нравится этот исполнитель, а кому-то нет. И тот, кому, допустим, он нравится, это могло бы стать Вашим потенциальным работодателем или клиентом. Допустим, это то же самое, что человек один слушает классическую музыку, а другой слушает панк-рок. Скорее всего, пройдется просто по его записям или зайдет в его видеосохраненки, и увидит и подумает, что у них слишком разные вкусы, и они не сойдутся во мнениях. Так. Вот это все то, что не связано с Вашим бизнесом и с Вами лично, да, не Ваши видео. Я бы все-таки посоветовала либо в закрытую группу Вашу, чтобы Вы не потерялись, и Вам это очень дорого, либо их сделать скрытыми, видами, только для Вас. Поделаем видео. Потому что вот такой небольшой бардак бросается в глаза. Еще вязание крючком, метки. Так, это обзор в видео-марине. Так, что мы еще можем посмотреть? Ну, давайте попробуем написать комментарий. Ну, я уже вижу, что комментарии открыты. Это очень хорошо. Если они открыты для всех, то, конечно, нужно сделать их ограничить. Мы видим только друзьям, друзьям-друзей, кто может оставлять комментарии. В смысле, видно они всем, а вот оставлять могут друзья, да, друзья-друзей. Ну, ни в коем случае нельзя комментарии закрывать от всех пользователей. Потому что именно комментарии повышают Вашу деятельность страницы, выдачи. Вот, страница мне понравилась. Не вижу блок подарков. Кстати, с одной стороны это хорошо. Либо подарков просто нету, либо их скрыли. Если скрыли, то сделали все правильно. Это будет удерживать трафик именно на нашей странице. Ну, страница Марина мне очень понравилась. Те небольшие рекомендации, которые я дала, ну, допустим, может быть, по улучшению фотографий, сделать ее прямой угольной ориентацией, да, более пошире она будет. Вот. Убрать некоторые скрытия, видеозаписи, музыки. Музыки, я очень много делаю. Музыки вроде нет. Музыка, то, что если скрыли, это здорово. Если ее просто нет, учтите на будущее, что если будете какую-то музыку к себе на страничку отправлять, то нужно делать ее скрытой, видно только на ее. Ну, удачи вам, Марина. Обзор привела в громаде Мярославна. Следующий обзор не за горами. Субтитры сделал DimaTorzok